Специфическая, да, у нас. У нас, в общем-то, мы сталкиваемся с одним очень любопытным явлением в нашей истории. И, в общем-то, я долгое время думал, каким образом его сформулировать. С одной стороны, я хотел говорить о парапсихологии. С другой стороны, к этому примешивалось много всего. Вот здесь как раз я сделал такое поле, в котором можно видеть, как его называют, в различных работах. И те люди, которые этим занимались, это биофизика, психотроника, психотехнология, парапсихология, экстрасенсорика, инеология. И очень много у него этих самых названий. Этой темой у нас занимались давно. И, в общем-то, первые исследователи, которые у нас отметились на Неве парапсихологию в России, это Вернадский, Чижевский, Циолковский, Бехтерев, Лазарев, Дуров, Кожинский. Это все те люди, которые в своих работах, в своих дискуссиях тем или иным образом говорили о парапсихологических феноменах и, по большому счету, их считают сами основателями. И, в общем-то, здесь такая есть картинка. Все это начиналось с исследования, прежде всего, внушения мысли на расстоянии, возможности человека к телепатии. И тут на картинке есть как раз один из экспериментов, которые проводили Дуров и Кожинский, для чего использовали животных. То есть, в 20-е годы вышло достаточно много трудов этому посвященных. Это про гипноз, внушение, про различные факторы, связанные со всеми неожиданными исследованиями. Тогда же, в 20-х годах, появилось очень любопытное явление, именно интерес к теме парапсихологии представителей власти. И многие из нас, кто этой темой интересовался, знают о спецподразделении, которое существовало в ИЧК и занималось парапсихологическими исследованиями. Связано это с именами Глеба Ивановича Боки и Александра Васильевича Барченко. Один из них старый большевик, второй из них известный писатель и оккультист. И они сошлись в какой-то точке, в своих интересах. И в рамках секретной службы ВЧК, потом ОГУ, НКВД, создали подразделение, которое в том или ином виде изучало парапсихологические явления. Но, так сказать, это версия, которую все знают. Однако многие исследователи выражают какие-то свои сомнения, потому что буквальных подтверждений о том, что эта служба была, их нет. Есть только косвенные, какие-то упоминания, которые были у Барченко, какие-то материалы, связанные с допросом Глеба Боки. Но, тем не менее, как факт, об этом говорят. И такая версия, вполне себе, думаю, имеет право на существование. Так что вполне себе возможно, что ИВЧК, ВГПУ, НКВД такое подразделение было. Одним из первых трудов, который вызвал большой интерес и привлек внимание к теме, это были работы Бернарда Кожинского, который опубликовал свою известную биологическую радиосвязь. Где он заявил о возможности передачи мысли на расстояние, что на тот момент взорвало общественное мнение, что эта книга широко обсуждалась на многих лекциях. И благодаря ей в стране появляется много самодеятельных, самостоятельных групп, которые это явление хотели изучить. Таким ключевым моментом, когда парапсихология начала развиваться, для России стало, как ни странно, художественное произведение. Это книга Жака Бержге и Луи Павеля «Утро магов». Впервые она была опубликована на французском языке в 60-м году, на английском вышла в 63-м, под названием «На пути в третье тысячелетие». Ну, в 90-х годах, когда эта книга вышла, она произвела большое впечатление на публику, в том числе и здесь, в России. Ну, тогда это, в общем, тоже была сенсация. И в какой-то момент эту книгу изучили наши специалисты и обратились к маршалу Малиновскому. Дело в том, что в книге «Утро магов» есть подробное описание о том, как с подводной лодки «Наутилус», которая впервые в мире, эта атомная подводная лодка, добралась до Северного полюса, подо льдом, и с ней не было связью. Ну, вот Луи Павель и Жарк Бежли утверждали, что там впервые была применена телепатическая связь, что сидел офицер на лодке, сидел офицер в штабе, и они передавали соответствующие сообщения. Как потом оказалось, это была выдумка. Ну, в общем, как и многое в этой книге, она имела такой полухудожественный характер, но, тем не менее, министру обороны СССР маршалу Малиновскому в 60-м году поступил рапорт о том, что, так сказать, у американцев есть такая военная программа, и что, вероятно, мы отстаем. И, в общем-то, человек, который писал этот доклад, написал, может быть, эти факты не соответствуют действительности, но, тем не менее, мы должны на это каким-то образом ответить. И я бы это событие назвал точкой старта, когда парапсихология начала приобретать иной, более серьезный статус. В итоге министр обороны принял решение, что это явление нужно изучать. Вот. И первая лаборатория, которая появилась, это была лаборатория Леонида Леонидовича Васильева, психолога и психиатра на тот момент, как бы, человека с такой надежной научной биографией известного и уважаемого. Вот. Ему поручили в своей лаборатории заняться исследованием. Тогда же довольно скоро вышли его книжки про внушение на расстояние, таинственные явления человеческой психики, экспериментальные исследования мысленного внушения. И это все очень произвело большое впечатление, потому что это 60-е годы, в тот момент, когда выступает поэт в Политехническом институте. И вдруг такая тема. Когда появились эти книжки, люди поняли, что об этом можно говорить. И, собственно, с этого момента начинается более-менее массовое парапсихологическое движение в стране. К этому моменту журналисты понимают, что они могут писать. Они стали писать. И один из таких самых знаменитых на тот момент событий – это был феномен кожного зрения Розы Кулешовой. Потому что журналисты не только об этом написали многочисленные публикации, но про это был снят фильм. И эта тема ушла в массу. Следующая исследовательница, которая… Следующий объект, который вызвал большой интерес и изучался – это была Нинель Кулагина в 64-м году, когда она продемонстрировала свои способности к телекинезу на научной конференции невропатологов, психиатров в Ленинграде. Вот в 68-м году вышел фильм с ее участием. И, собственно, он довольно здорово обсуждался в различных кругах, гостиных, вызывал много споров. Вот такая вот была… Поэтому в 60-е годы у нас появились физики, лирики. И в тот же момент, в 61-м году вышел фильм «Гипноз и психотерапия». В 68-м «Семь шагов за горизонт», потом «Индийские йоги», кто они в 70-х годах, где везде рассказывалось о нетрадиционных способностях человека, о тех особенностях его физиологии восприятия, когда он может делать вещи совершенно неординарные, что для советского общества было фактом поразительным. Ну и, в общем-то, так сказать, до Соединенных Штатов дошла история о том, что в Советском Союзе разрабатывается парапсихологическое оружие. То есть начали мы, потому что боялись, что это уже действие у американцев. На самом деле американцы уже ориентировались на те публикации, что появились у нас. И тогда, в 1972 году, ЦРУ запустило парапсихологическую программу, которая сначала имела название в первые годы «Пламя гриля», а потом стала таким легендарным проектом, который называется «Звездные врата». Это все была парапсихология, где начиналось все с изучения длинновидения, телепатии, а потом уже переходило на изучение других экстрасенсорных явлений. Первый в СССР международный симпозиум по парапсихологии состоялся в 1966 году в Доме дружбы народа и зарубежных стран. И, в общем-то, там уже выступали наши специалисты. Это Коган, Наумов, Гильдерштейн, которые к тому времени уже, так сказать, выступали в политехническом на лекции, у них уже были какие-то свои наработки, они популяризировали эту тему. С 65-го года по 68-й год в Академии наук на Сибирском в Институте автоматики и электрометрии Академии наук проводятся телепатические исследования, ведутся работы и в других лабораториях. Поэтому было несколько ведущих институтов, которые изучали это явление. Среди них был Институт радиотехники, радиоэлектроники, Институт биофизики, мозга и ряд других авторитетных центров. В общем-то, этой проблемой занимались ученые. В данном случае это такой понятный советский экономен. Мистиков никто бы не пустил для массовой аудитории. Вообще эта тема была для них, по сути, закрыта. И этим явлением занимались ученые-академики, которые, в общем-то, изучали это явление. Гуляев, Кобзарев. Они годик исследовали те феномены, которые на тот момент стали известны. Появились экстрасенсы, исследовали их явления. В этом случае уже стало целенаправленно. Такие люди с такими способностями отбираться и изучаться. И, в общем-то, по сути, в какой-то момент вспыхнуло, после всех этих лекций и прочих всяких обсуждений, вспыхнуло массовое самодеятельное движение, появилась в стране самодеятельная парапсихология. Причем в этом сработало хорошо научно-техническое общество, особенно связанное со связью имени Попова, где была создана секция биоинформации. Почему со связью? Это все было связано с тем, что первое исследование внушения на расстояние, Кожинский, это все связано с радиосвязью. И, в общем-то, в представлении ученых, связь терапатическая имела какие-то качества близкие к связи радиоэлектрон. Поэтому было очень много людей, которые занимались именно из этой научной области. Лаборатория была закрыта в 1975 году, как исчерпавшая свои возможности, но это уже была реакция на само массовое движение. Потому что она потом продолжила существовать. Ей занимался известный доктор философских наук Спиркин, известный академик Казначеев, но уже под разными видными и названиями, и практически в таком полуподпольном духе. В этот момент, в общем-то, реакция возникла. И, в общем-то, по распоряжению секретаря ЦК КПСС Демничева была создана специальная комиссия по расследованию пропсихологических явлений. Ну, и итогом стала знаменитая статья «Парапсихология. Фикция или реальность?». Авторами этой статьи были известнейшие на тот момент и сейчас психологи, которые, в общем-то, четко обознательно, что парапсихология служит рекламой антисоветизму. Антисоветизм, в общем-то, это основа парапсихологии. Потребовали пресечь активность малоквалифицированных и воинствующих парапсихологов. Хотя при этом отмечали, что, по-видимому, какие-то явления и способности человека действительно не изучены, и они есть. В 1974 году КГБ СССР арестовывает активиста про психологическое движение Эдуарда Константиновича Наумова. Инициирующий в свое время терапатический сеанс Москва-Новосибирска и участвовавший в съемке фильма о необычных явлениях. После протестов иностранных ученых в 1975 году Верховный суд РССР отменил приговор Наумову за отсутствие его действий в составе преступления. То есть мы видим, что власти поддерживали лаборатории, но очень негативно относились к самодеятельности в этой области. В 1980-х годах работы по экстрасенсорике проводились в разных комиссиях, связанных с общественной организацией. Исследования велись очень широко. То есть фактически по всему СССР. В Москве, Ленинграде, Киеве, Минске, Кишиневе, Краснодаре, Одессе, Ростове. В общем, как бы много есть. И остались доклады. В принципе, достаточно много документов о их деятельности. Ну, заметный вклад в изучение дисциплины внес фонд парапсихологии, который создан именем Васильева, был создан, возглавлял кандидатом технических наук Андреем Гендином Чемли. Этот фонд по сей упору работает. А с 1991 по 2000 год они стали издавать первый в этой области научно-популярный журнал парапсихологии в СССР. Ну, а позже парапсихология и психофизика. Темы, так сказать, все больше интересовались. В 1987 году генерал-лейтенант Гру Фирьяс Ханцеверов, руководивший Центром космического зондирования, предложил властям, так сказать, взять парапсихологию на вооружение. Но, к сожалению, для него, так сказать, ничего не вышло, потому что Академия наук дала резко отрицательный ответ, и проект был заблокирован. Ну, тем не менее, так сказать, интерес к этому оставался. И в этот момент как раз стали создаваться первые организации внутри ведомства СССР. И одним из первых был открыт специальный центр в МВД СССР, созданный в 1989 году по инициативе министра МВД Бакатина. Его возглавил доктор медицинских наук, полковник внутренней службы Вячеслав Михайлович Звонников. Это 150 человек работало в его центре, а 15 человек в специальном отделе, который занимался исключительно экстрасенсорикой. Они отбирали медиционеров, которые обладают способностями, они занимались расследованием преступлений. В 1993 году центр был закрыт в связи с административными всякими разными историями. Но, тем не менее, память об этом центре осталась. В 1989 году группа экстрасенсов вышла на министра обороны с инициативой о сотрудничестве. Ну, и по запросу главного штаба Министерства обороны все это изучалось в управлении вооружения Министерства обороны. А в июне 1989 года этот управление готовит доклад о психотехнологиях и создает комиссию. Тогда же появляется первая воинская часть экспертно-натического отдела ВЧ-1003. Войсковая часть начинает действовать. Она изучает со всех сторон людей со способностями, психотехниками, изучает магию, связанную с воздействием. Руководителем стал полковник Алексей Юрьевич Савин. Парапсихологическую программу поддержал министр финансов СССР Валентин Сергеевич Павлов. Он попал оформить. Это первая программа, которая получила финансирование. 4 миллиона долларов. По тем временам огромная сумма. Рассказывает сам по воспоминаниям Савин, что премьер-министр, он был сначала министром финансов, когда стал премьер-министром, на следующий день же приехал к военным с ящиком водки и сказал, что он поддержит эту программу, она однозначно пройдет. Тогда же появляются, так сказать, астрологи, которые работают в Питере на генштаб военный и, так сказать, в свое время способствовали славе этой темы. И, собственно, здесь вы видите фотографию генерала Шама, который был отцом наших парапсихологических программ. Именно он поддерживал их со стороны КГБ. и в Министерстве обороны, и в МВД. Он был первым заместителем директора КГБ. Впоследствии, так сказать, достаточно недолгое время. Не все успел сделать, что хотел. Потом появилась служба, так сказать, федеральной службы охраны. Вот это связано с, так сказать, с изучением со штабом, вернее, с администрацией президента и его охраной. И два специалиста, которые были, это генерал Рогозин. И, собственно говоря, эта служба, так сказать, довольно сильно развивала парапсихологическое направление. Впоследствии осталось много изданных книг. В 95-м году воинская часть приняла участие в чеченской операции. В 97-м году это все было преобразовано. В декабре 2004-го года вот часть прекратила свое существование. Самое уникальное, что произошло, это как бы то, что в какой-то момент после того, как были закрыты парапсихологические программы, ветераны их объединили. США ее закрыли в 75-м году, у нас в 2004-м, но они объединились вместе и сдали вот такой труд о том, каким образом, так сказать, шла пси-война между Востоком и Западом. Ну и, собственно говоря, так сказать, на данный момент эта тема практически вроде бы закрыта, официально у нас не существует организации, но тем не менее, так сказать, было создан сразу после закрытия военных вещей, был создан рыцарский орден Феникс, который научный рыцарский фонд, фонд, это очень любопытно само по названию, этот самый Феникс занимался как раз тем же самым, он собрал специалистов, которые ушли из служб, вот, на данный момент он не существует, но тем не менее, судя по объявлениям группы, которая связана с частью тысячи три, они, в общем-то, работают. И, в общем-то, я думаю, уже можно провести некую первую систематизацию. Игорь, уже как бы все, буквально у тебя одна минутка осталась, так что да. Да, я и завершаю, что первый этап 50-80-е годы это самодеятельное движение, 80-89-е это уже признание проектов, 89-2004-е это институризация, когда было создано как бы и признано это направление, и четвертый этап это уже некие по настоящее время самостоятельные частные программы. То есть, по сути, мы как бы прошли период институризации, это очень уникальное явление в истории не многих странах парапсихология была институризированным явлением. И, в общем-то, можно рассуждать на тему, по каким причинам она закрылась, но, тем не менее, такое, в общем, уникальное явление в нашей жизни существовало. Игорь, спасибо большое. Чудесный доклад. Просто прекрасно. У нас уже есть вопросы в чате, но давайте вы на них ответите в чате, а сейчас буквально один вопрос. У нас есть время из вот так ответить устно. Коллеги, кто первый поднимет руку, тот может задать вопрос. Константин. Константин. Да, здравствуйте. Спасибо большое за доклад. У меня такой вопрос. Я вот читал несколько книжек, в частности, точно сейчас вспомню, Джона Ронсона, «Man Who Stared God», на, кто пялится, короче, на козлов. речь идет о США, которые использовали, пытались во всяком случае разрабатывать всякие, может, техники бесконтактного боя или экстрасенсорную разведку. Вот мне интересно, понятное дело, что и русские этим занимались. Это все какой-то успех имело или это просто огромная трата денег была? Есть ли об этом? Ну, знаете, на эту тему есть история в американской программе. Кто-то говорит, что все получилось. Многие исследователи говорят, что даже иные отчеты возвращали нераспечатанными. В нашей программе, как вы понимаете, все расходится. Академия наук категорически против и говорит, что это откровенное обмошенничество использования государственных средств. Военные, те, кто занимается профсекланией, конечно, другой точки зрения. Они говорят об успехах, которые они были. Некоторые даже уникальные были. Вот с точки зрения астрологии. Например, приход Путина предсказал военный астролог Бузинов. Вот он оставил в газете «Комсомольская правда» в 97-м году специальный конверт, где написал, так сказать, кто будет следующий президент. И это было вскрыто. Вот. И там было написано буквально следующее, что досрочно человек, у которого в фамилии есть буквы У и Ин 52-го года рождения. Вот. То есть, по сути, он был определён момент, кто именно станет президентом. Об этом знала вся политическая тусовка, что такой Контор Берд есть, он хранится, все над этим смеялись, но информация, как ни странно, оказалась достаточно точной. Но, как вы понимаете, я-то здесь рассматриваю это всё с исторической точки зрения. и, честно говоря, эффективность работает это, не работает, я, в общем, не беру внимания, потому что это дело всё-таки физиков, специалистов, которые эту тему изучают на каком-то действительно профессиональном уровне, не историческом. Игорь, спасибо большое. Игорь,